Уйгурский студент был приговорен к 13 годам лишения свободы по делу ОВПН. Студента по имени Мехмуд Ментимин обвинили в том, что он искал незаконную информацию. Согласно новостям, радио «Свободная Азия» Ментимин, турок Уйгуры из восточного Туркестана, был пойман более пяти лет назад и в настоящее время отбывает срок в тюрьме Тумшук в Моралбешинском районе Кашгарской области. По словам офицера полиции Синьцзянского университета, который был идентифицирован как Абдувили, преступление студента заключалось в обходе контролируемой государством интернет-цензуры для доступа к запрещенной информации с помощью ВПН. Согласно сообщению в федеральном реестре, США в пятницу запретили импорт продукции китайского производителя принтера в Nine Star Corp и одной из химических компаний в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека в Китае. Целевая группа по борьбе с принудительным трудом будет продолжать привлекать компаний к ответственности за нарушение прав человека в Восточном Туркестане, говорится в заявлении заместителя министра внутренней безопасности США по политике Роберта Сильверса, возглавляющего рабочую группу. Пекин отреагировал на одобрение Комитетом по международным отношениям Сената США законопроекта о прекращении статуса Китая как развивающейся страны. Официальный представитель МИД КНР Ван Винбин заявил, что США хотят запретить определять Китай как развитую страну, чтобы не допустить его развития. Вчера Комитет Сената США по международным отношениям одобрил законопроект о прекращении статуса Китая как развивающейся страны в некоторых международных организациях. Сообщается, что госсекретарь США Энтони Блинкин 18 июня посетил столицу КНР Пекин для проведения дипломатических встреч. Ранее запланированный визит Блинкина в Китай был отложен в начале февраля из-за кризиса с китайским воздушным шарм-шпионом, который также был на повестке дня в США. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон объявил, что они разрешили временное размещение войск НАТО в стране. Напомним, Финляндия стала 31-м членом НАТО в апреле, а Турция и Венгрия еще не дали одобрения на членство Швеции. Международный антиисламский законопроект был представлен Конгрессу США тремя членами-демократами, выступающими против увеличения числа антиисламских инцидентов во всем мире. В заявлении, размещенном на официальном сайте депутата Палаты представителей Миннесоты Ильхана Аумара, говорится, что сенатор от Нью-Джерси Кори Букер и депутат от Иллинойса Ян Чаковский подписали законопроект совместно. Отмечалось, что законопроект также поддержал 21 член Конгресса. Чемпион сезона 2022-2023 годов в Лиге чемпионов UEFA определится в финале, который состоится сегодня в Стамбуле между английской командой Манчестер-Сити и итальянским представителем Интер. Субтитры создавал DimaTorzok